Доброго здоровья, дорогие! И сейчас ответы на вопросы. И мне понравилось то, что мне позавчера задали очень много вопросов по одной и той же теме, Луна, в одном сообщении. Поэтому и проголосовало много людей, десятки людей, поэтому я отвечаю. И сейчас будет очень интересный вечер ответов на такие вопросы, на которых вы еще не слышали ответов. Руслан, с какой цивилизацией сотрудничали нацисты? С драконьянами начали. Сейчас уже больше, чем с человекообразными, то есть с людьми, с рептилиями, особенно с драконами, продолжается сотрудничество и с них началось. Хотя они уже контактировали, общались и с инсектоидами. Я сейчас перечисляю три цивилизации, или три вида, в основном с которыми у них обмены, контакты. Но с тех пор, когда они начали, больше было контактов и с другими видами. То есть у них уже не один десяток видов, большая часть из которых все-таки человеческие видов инопланетян, с которыми они сотрудничают. С какими общались на Луне? Как раз Луна у них началась с рептилий. Дракониане им помогли. Сначала. Дальше уже люди пошли. Была ли на них их привычная символика свастики и орлы? Изначально да, и на протяжении первых десятков лет, да. Сейчас уже их организация разрослась и даже стала делиться. На отдельные фракции и от соединения пошли уже. И что первоначальное, а что уже ответвление, уже интернациональное. В их группе уже и русские есть, и американцев много. Все еще преобладает немецкая национальность. А южные есть, южане, южные эти, монголоидные, китайцы даже есть. Поэтому с Васикой и орлы это в прошлом. Хотя, некоторые ностальгии по этому поводу у них есть. Как выглядели их летательные аппараты? Это тарелки, которые мы могли видеть на фото, гуляющих по интернету. Да, у них дисков, тарелок и подобных аппаратов. Да, с этого начиналось. Хотя эффективно с этого начиналось. Начиналось все-таки не с дисковых аппаратов, а с тех, что сейчас по интернету гуляют, из индийской мифологии аппараты, описанные и прорисованные, которые называются виманы. Они их... Когда только обнаружили, то есть они посылали экспедиции на Тибет, они искали, они их обнаружили, описание их, конструкции, еще в 30-х годах, и пытались сначала воссоздавать аппараты, описанные в индийских ведах, ведах, как они называются, там, ригведы, наверное, я не знаю точно. Но описание существует. И первые эксперименты у них были как раз с виманами. Или с... Три... Есть основные три вида, которых они построили и пытались запустить, но... У них были... Соответственно, первым блинкомом, и у них были проблемы с этими аппаратами. То есть... Были ошибки, были падения. В итоге намучились они с виманами, пока им не помогли дракониане, пока им не обменяли их аппарат летательный, драконианский. Вот с него у них начались успехи. А виманы они в итоге всучили американцам, продали, обменяли. А потом американцы с ними мучились. Но это уже отдельная история. Сейчас у них несколько видов аппаратов. Все-таки большинство из них пока дисковидные. Но у них есть гигантские аппараты. Хотя это уже опять отдельная история. Они были вдалеке от дома. Они были вдалеке от дома более полувека. Как шло их культурное развитие? Синхронно с землей? Или они до сих пор пьют кефир со свастиками? И кидают зигу? Верят в величие арийской расы? Вдалеке от дома были часть, часть больше рабочих, больше специалистов и ученых, у которых была работа на Луне, на Марсе, на спутниках наших основных девяти планет. Или их, конечно, больше. На спутниках Солнечной системы, астероидах. И есть те, кто там работают по контракту годами. Годами безвылазно на одном месте. Например, на Луне, на Марсе. То есть, 20 лет на одной планете или на одном спутнике. И даже на одном астероиде. Хотя астероиды, на астероидах бывает меняются чаще, но, да, там есть перемещения, но в космосе 20 лет. Как вам? Некоторые больше, некоторые 30, некоторые 40. Некоторые всю жизнь нам прожили. Или там и умерли. Как шло их культурное развитие синхронно с Землей? Кстати, все-таки они продолжили транзит с Земли на Луну, с Луны на Марс, с Луны на множество других спутников Солнечной системы. То есть, спутников планет Солнечной системы. синхронно с Землей или как шло их культурное развитие? Знаете, когда есть работа плотная, на, вообще в космосе условия стесненные были изначально. Сейчас чуть лучше, но ненамного. То есть, у них есть база на Луне, и там очень тесно, поскольку там безвоздушное пространство, и там развернуться сложно. Во-первых, со всех сторон теснят другие цивилизации, или приходится считаться с ними. На Марсе ситуация не намного лучше. На спутниках, и тем более астероидах, еще круче. То есть, тесно, тесно живут. И культура, у них есть работа, это основное. Это главное в их жизни, что их развлекает. А культура немножко есть. Да, есть книги, которые он читает, есть некоторые технологии, которые близки к нам. Изначально вообще не было, а технологии были, была бумага, были книги, единственное развлечение. Сейчас больше, сейчас у них электронные устройства, которые помогают им быть в их интернете. Этот интернет обусловлен той территорией, на которой они находятся. Например, лунный интернет. Лунный немецкий интернет, или лунный, там есть уже у них свои названия, или лунный марсианский интернет. Он ограничен группой, или хотя он имеет некоторые ограничения в информации, заложенной туда. То есть, это разные виды интернетов, что земной, что его даже я бы не назвал галактический, или обширный. То есть, хотя, там есть интересные вещи в этом информационном портале, а есть то, что нет в нашем интернете. синхронно земной или до сих пор пьют кефир со свастиками. Ну, поскольку группы у них больше интернациональные, то в свастике нужды уже нет. Хотя она осталась на некоторых предметах и вещах и все-таки но она уже не занимается столь важное значение, что раньше была. Кидает зигу. Ну, зига это для них переживек прошлого. Верят в величие арийской расы. Ну, как на земле есть особые любители веры в арийскую расу, так и там. Но там их меньше, потому что там народу меньше. То есть небольшой процент любителей арийской расы есть среди них и среди нас. Маленький. Почему на луне им удалось договориться с соседями? А на земле нет. Да и на земле они договорились. Они договорились с американцами, когда мировая, вторая мировая война пошла к закату, еще с 42-го года они стали понимать, к чему это идет. Они заинтересовали американцев, американцы им поменяли, стали обмениваться и в общем с американцами они продолжили сотрудничество. То есть элита ученые, умные люди, разумные, то есть проиграла проиграли люди примитивные, агрессивные или те, кто знали лишь как стрелять, убивать или как охранять. То есть войну то проиграли определенные слои населения, в общем-то которые погибли или ну и войну выиграли тоже слои населения, которые не просвещены, которые занимались свои чисто обязанностями, но верхушки не хотя этой информации надо будет объяснять как-то. В общем вам кажется, что ну вот на территории России кажется, что победили русские, на территории Америки кажется, что ну в учебниках написано, что победили американцы во второй мировой войне, в немецких сегодняшних учебниках, я не знаю, что написано, они когда русские им говорят мы победили, они говорят, да, вы победили, когда американцы им говорят, мы победили вас, они говорят, да, мы победили, то есть они учатся учатся уважительно относиться к мнениям других, но были ли победители и проигравшие в той войне для элиты? элиты элиты договаривались с американцами, а потом совместно с американцами, хотя они освоились на Луне еще до до начала обмена с американцами, в общем еще до начала, до поражения в войне они начали с американцами потихонечку договариваться и в итоге самые умные из них и особенно ученые были или исследователи в общем это целая прослойка, целая верхушка определенная это не нацисты не не те, кто фанаты нацизма это люди, которые занимались своей работой занимались высокими технологиями и вот эта группа, вот эти группы слои они были они заключили контракты с американцами и продолжили после войны сотрудничество с американской территорией и вылеты на Луну и на Марс и в Солнечную систему продолжались с американской территорией это были и есть секретные технологии до сих пор то что и эта группа не все открыла американцам то есть она когда люди много знают много понимают и многим владеют по отношению к другим они начинают чувствовать себя выше других и это действительно так они начинают предлагать другим например американцам и обменивать когда американцы или богатые люди Америки увидели возможности и кстати прокатили на своих кораблях вообще-то у нас управляется все очень богатыми людьми то есть президенты власть она условная поэтому они договаривались с теми кто управляет у кого власти деньги настоящие поэтому здесь что вам рассказать про это что приоткрыть тогда чисто по вопросам пойду люди занятые высокими технологиями свободно договаривались с другими людьми с людьми богатыми и вместе с ними подбирали себе новых разумных людей имеющих ученые степени или разбирающихся в тех технологиях которые они осваивали и это не касалось остальной военщины или хотя военные там пытались в общем это много разных групп которые отслаивались от изначальной Германии потом когда они начали сотрудничать с американцами там тоже было расслоение то есть там не все все знали то есть есть определенные люди которые знали понимали которые договаривались это очень малое количество людей остальные посвящались лишь в то что им положено знать по их обязанностям поэтому голосуют я отвечаю на этом завершаю это видео до следующих встреч пока пока пока